В Химках провели торжественное открытие Часовни Святого Вознесения Армянской Апостольской Церкви. Здание возвели в соответствии с канонами храмовой архитектуры. Новострой выглядит так, как будто часовней не одна сотня лет, а за каменной оградой не Химки, а улочки Еревана. Поздравить прихожан и разделить с ними светлый праздник приехал заместитель главы администрации Игорь Панчук. Это труд многих людей. Данная часовня наконец-то установилась у нас на территории, и мы имеем возможность ее посещать, молиться Богу и получать самые положительные эмоции. От лица главы городского округа Химки Волошина Дмитрия Владимировича я также поздравляю вас всех с этим знаменательным событием. Алина Амбарян раньше жила в Москве, а пять лет назад стала химчанкой. Но на святые праздники все равно приходилось ездить в столицу. До появления часовни Святого Вознесения армянских церквей в Химках не было. Религия имеет большую роль в воспитании человека, потому что оказывает сильнейшее влияние. То есть это сплоченность, мировоззрение общее появляется. Поэтому я считаю, что необходимо было именно в городском округе Химки соорудить и построить армянскую церковь, потому что здесь достаточно большое население армянское. И не только для армянского населения, это будет развитие культуры в городе. Викари армянской апостольской церкви осветили новое здание и провели молебен. Семь лет южная диаспора шла к этому событию. Сначала долго решался вопрос землей под строительство, затем всем миром собирали деньги. После того, как часовню возвели, озеленили и облагородили территорию вокруг, смогли провести долгожданный праздник. Приверженность и бескорыстное служение духовным идеалам и человеческому образцу, наверное, привели нас к этому дню. И на радость всем, не только химковцам, но и всей армянской общине России, сегодня состоится это торжественное событие, рождение нового очага духовного. Часовня Святого Вознесения в Химках появилась благодаря пожертвованиям верующих и меценатов. Однако её строительство – только начало длинного пути. Рядом планируют возвести большой храм и школу.